Региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков оценил итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги в нашем городе». Он заявил, что тагильская команда с низкого старта активно вошла в реализацию проекта и по итогам не подвела команду губернатора Свердловской области. Все, что было намечено на 2019 год, своевременно выполнено. И контрактация, и объект, и качество этих выполненных объектов. Более того, и на 2020 год мы уже законтрактовались. Это самое главное для того, чтобы подрядчик мог подготовиться и своевременно, не форсируя какие-то, не совершая подвигов в части выполнения сверхсрока и в сложных условиях, а нормально в хорошую летнюю теплую погоду отремонтировать объекты, запланированные на 2020 год. Вот только положительные эмоции, хорошая команда, можно работать и дальше. В 2020 году предстоит отремонтировать 22 участка автомобильных дорог в Нижнем Тагиле. Это улицы Окунево, Кулибино, Береговая Ударная, Горошниково, Красногвардейская, Фестивальная, Дружинино, Тагилстроевская, Черных, Тагильская, Кирово, Свердлова, Юности, Алтайская, Красных Зорь, Шевченко, Пожарского, Матросова, Геологов, а также два проспекта – Строители и Уральский. Цена контракта – более 600 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком при реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги в Нижнем Тагиле» в этом году по итогам конкурса станет «Тагилдорстрой». К ремонту приступят 20 марта этого года. Завершить работы и ввести объекты в эксплуатацию предстоит до 25 сентября.